Дебют компактного кроссовера JAC GS4 на российском рынке превращается в мыльную оперу. Одобрение типа транспортного средства на машины китайского производства было получено ещё в феврале. В мае первые экземпляры попали к дилерам марки JAC. В июне представительство официально подтвердило грядущую премьеру. А дальше процесс затих на целых три месяца. В сентябре JAC провёл в Сочи дилерскую конференцию, на которой показал своим партнёрам две модели — GS4 и более крупный GS6, которые должны были выйти на рынок с разницей в несколько недель. Позднее один из дилеров даже успел засветить минимальную цену четвёрки — 1 миллион 700 тысяч рублей. Наконец, утром 28 октября мы получили на редакционную почту долгожданное приглашение на презентацию. Правда, в виде ссылки на видеоролик, который планировали опубликовать через пару часов. Однако в назначенное время премьеры не случилось, а впоследствии JAC попросту удалил видео со своего ютуб-канала, так и не открыв к нему доступ. Что же пошло не так? Как уверяет DROM, в дело вмешался КамАЗ, попросив штаб-квартиру китайской компании не проводить презентацию. И по команде из ХФ российский офис отменил мероприятие и всякую медийную активность по модели GS4. Очевидно, что прямые продажи автомобилей JAC через собственных дилеров могут помешать грядущей премьере этого же кроссовера под маркой «Москвич». Напомним, что 6 июля на московском автозаводе «Москвич» Сергей Собянин и Сергей Кагогин подписали соглашение о сотрудничестве. А условный модельный ряд предприятия, показанный на презентации, сплошь состоял из автомобилей JAC, среди которых был и GS4. По неизвестным причинам КамАЗ и «Москвич» делают из этого жесточайший секрет. Но по всем признакам выходит, что как минимум одним из поставщиков машинокомплектов на московский завод будет JAC. Несмотря на отмену презентации и отсутствие официального прайс-листа, кроссоверы GS4 всё-таки появились в продаже у дилеров. Ориентировочные цены — 2,25 миллиона рублей. А вот в Казахстане модель презентовали официально. Правда, там продают не китайские автомобили, а собранные на Кастанайском заводе «Сареарко Автопром». Но технически машина идентична. На выбор — атмосферник 1.6 с шестиступенчатой механикой или полуторалитровый турбомотор, который комплектуется как механической коробкой, так и вариатором. В зависимости от комплектации, кроссоверы стоят от 10 до 12,5 миллионов тенге. То есть миллион триста, миллион семьсот российских рублей в пересчёте. К слову, даже казахские цены примерно вдвое выше, чем просят за GS4 в родном Китае. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова